Всем привет! В этом ролике я расскажу, откуда взять 25-й час в сутках, почему большинству людей не хватает времени и при чем здесь лягушки, но и как все успевать и быть максимально эффективным. Меня зовут Михаил Москотин, я профессиональный бизнес-тренер, коуч и психолог, делаю людей счастливыми, команды эффективными, а бизнесы масштабными. Ну что, полетели. Почему эта тема актуальна для меня, почему я об этом говорю, потому что 25 лет назад Михаил Москотин мечтал о 25-м часе в сутках и 8-м дне в неделю. Правда, мечтал об этом, потому что мне катастрофически не хватало времени. Я везде опаздывал, я ничего не успевал. Я мог назначить три встречи трем разным людям в разных местах, в разных локациях, но в одно и то же время. На две, естественно, я не приезжал, а на третью я опаздывал. Было ли у меня объяснение? Да море объяснений у меня было. Пробки, таксисты, много задач, там жена, не знаю, нет, жены тогда не было, там коллеги, партнеры, ну и самое главное, я по гороскопу был рыба. Это тоже было некое алиби, потому что где-то я прочитал, что рыбы, они не пунктуальны. Да, вот так я жил. Всем, кому нужен 25-й час, а не окончательное решение проблемы с нехваткой времени, первый шаг, где взять 25-й час. Планируйте завтрашний день. Исследования показали, что 15 минут времени вечером на распределение задач на следующий день экономит для вас 30-40 минут вашего рабочего и личного времени. И если каждый день вечером планировать, вы получаете, вкладываете 15, получаете 30. Экономия, заработок, x2. Пользуйтесь. Кстати, многие мои подписчики знают правду про меня. По гороскопу я не рыба, по гороскопу я олень. Вы спросите, почему олень, откуда взялся этот знак зодиака. Это 15-й знак зодиака, я сам его себе придумал. Если кому-то интересно, в каком-нибудь видео расскажу мое отношение к гороскопам и что такое гороскоп оленя. Поехали дальше. Я ничего не успевал, я зашивался, я опаздывал. И когда я терял клиентов, терял деньги, а еще я терял кучу нервов и времени, которого мне и так не хватало, я понял, что надо с этим разбираться и что-то менять. У меня родилась мысль, а что если кто-то в теме времени разобрался до меня? И есть рабочие инструменты, которыми я могу просто взять и воспользоваться. У вас может быть резонный вопрос. Михаил, ты сэкономил нам 40 минут, где еще 20? Для этого существует совет номер 2. Есть очень классный эксперт и тренер Брайн Трейси. У него есть классная идея, которая называется «Съешь лягушку». Причем здесь лягушка? Друзья, я всегда с вечера, планируя следующий день, самую сложную, самую неудобную, самую объемную, либо самую эмоциональную или физически затратную задачу ставлю на утро. Я первым делаю то, что не хотелось бы делать. Я первым делаю то, что занимает больше времени, либо отнимает больше сил. С утра у меня куча энергии, я делаю эту задачу, и получается что? Я получаю свою порцию дофамина. Кто молодец? Миша молодец. И у меня высвобождается куча времени для более мелких каких-то линейных задач. Иногда бывает 2 лягушки в день, но чаще всего одна. Друзья, очень важно, очень скоро я поделюсь главным своим открытием и главным своим секретом по поводу времени. В какой-то момент я осознал очень важную вещь. Ну что, совет номер 3. Всегда доделывайте дела до конца. Например, у меня есть большая крупная задача, я ей занимаюсь. И тут подходит мой коллега, мой начальник, мой партнер и просит о какой-то важной для него срочной задаче. Я никогда не брошу свою задачу, не доделав ее до определенного конца, до определенной логики. Возможно, эта задача объемная. Тогда я ее декомпозирую на подзадачи, доделаю какой-то блок, ставлю паузу и переключаюсь на другую, более приоритетную задачу. Чтобы, когда я закончу эту задачу, вернуться к этой, в ту точку, где я ее закончил. Это знаете, как многие сисадмины рекомендуют закрывать окна на компьютере, потому что чем больше открыто рабочих окон программ на компьютере, тем медленнее работает система. То же самое с нашим мозгом. Закрываем гештальт, закрываем систему, закрываем задачу, переходим к следующей, делаем, возвращаемся, доделаем. Эффективность при этом не падает, энергия не падает, и мы эффективно и распоряжаемся своим временем так, как решили. У меня, как и у вас, на каждый день запланировано часто задач больше, чем времени в сутках, больше, чем я успеваю сделать. Что же с этим делать? Совет номер четыре. Каждый вечер, планируя завтрашний день, используйте диаграмму Эйзенхаура. Распределяйте задачи по категориям важно срочно, важно не срочно, не срочно важно, не срочно не важно. И расставляйте приоритеты. Естественно, начинаем только с тех задач, которые важные и срочные. После этого переходим к задачам важные, но не очень срочные. Дальше переходим к остальным задачам. Все очень просто. Что такое важные задачи? Важные задачи это те, которые кроме меня никто сделать не может. Если вы руководитель, вы можете делегировать большое количество задач. Знаете, у меня когда-то было открытие, мой руководитель сказал мне фразу. Хороший руководитель работает 10% времени и все остальное он делегирует. Я был счастлив от этой фразы, потому что мой руководитель сказал, Миш, хороший руководитель главный бездельник в компании. Но при этом компания работает эффективно, сотрудники работают. Почему? Потому что он занят стратегией и любые задачи, которые можно делегировать, он делегирует. Кстати, у меня в телеграм-канале есть ролик на тему расставления приоритетов. Вы можете зайти, получить абсолютно бесплатно. Там нет никаких ботов, которые забирают вашу почту, а потом вам, алло, алло, купите, купите. То есть абсолютно бесплатно, просто делюсь с каждым из вас. Если вы хотите стать гуру расставления приоритетов, смотрите это видео. Ссылка в описании. Итак, следующий шаг, шаг, который я использую каждый день для того, чтобы быть эффективным. Шаг номер 5. Техника помодора. Что такое техника помодора? Я отключаю все внешние раздражители, закрываюсь у себя в кабинете, отключаю гаджеты. И 25 минут я работаю без остановки над определенной задачей. Дальше делаю 5-минутный перерыв. Можно попить, можно размяться, можно ответить на какие-то звонки, если есть что-то важное. И снова 25 минут. Итак, 4 цикла. После 4 циклов я делаю 30-40-минутный полноценный перерыв, чтобы отдохнуть, восстановиться. Эффективность возрастает в разы, и вы экономите кучу вашего времени в течение дня. Простой пример. Благодаря технике помодора я написал книгу «Счастье – это просто», а сейчас пишу книгу «Продажи – это просто». Благодаря этой технике я создавал все свои авторские программы, курсы. Используя эту технику, я готовлюсь к разным тренингам, мастер-классам и эстроцессиям. Тестируйте. Любой человек, который работает в офисе, а может быть работает удаленно, он знает на своих ощущениях, как накапливается усталость. Есть две ошибки. Первая ошибка – люди садятся и 2-3-4 часа работают без остановки. Друзья, вы тем самым ухудшаете свое самочувствие, снижаете эффективность и свою мозговую деятельность. Вторая ошибка – люди постоянно на что-то отвлекаются. Не делайте ни первое, ни второе. Используйте технику помодора. За наше с вами внимание борются огромные корпорации. Поэтому отключайте уведомления, отключайте мессенджеры, отключайте любые раздражители, которые приходят извне. Договоритесь с близкими, с родными, что вы заняты, либо с коллегами. Я знаю, видел людей, которые надевают наушники и ставят табличку «не беспокоить 20 минут», «не беспокоить 40 минут». Это эффективно, потому что есть исследование, что для того, чтобы вернуться к задаче и войти в состояние ресурса или состояние потока, мозгу требуется от 7 до 15 минут. Я отвлекся, и мне нужно время, чтобы снова войти в поток. Я отвлекся, и мне снова нужно время. И я теряю это время. Но когда я сфокусирован, когда я сосредоточен, мое время используется более плотно и более эффективно. Поэтому отключайте все раздражители. Кстати, тут играют роль даже мелкие детали. Например, я много работаю из своего кабинета, либо из дома, либо из квартиры. И у меня и там, и там есть рабочая рубашка или рабочая тенниска и рабочие шорты. Да, есть много шуток на тему того, что человек сидит на зуме с клиентом в рубашке и в трусах. Нет, я сижу в шортах, но это рабочие шорты. Мозг получает сигнал, хозяин на работе. Как только у меня перерыв, например, 5-минутный, понятно, я, наверное, не переодеваюсь, а 25-минутный, я скидываю тенниску или рубашку, скидываю рабочие шорты, надеваю обычные шорты и иду там что-то перекусить, либо сделать звонки. Мелочи, на самом деле, являются важными элементами в вашей эффективности. Если вы не отвлекаетесь по мелочам и используете те инструменты, о которых я вам рассказал, вы экономите 15 минут времени на планирование и получаете дополнительный свободный час каждый день. И самое главное, о чем хотел сказать, о чем анонсировал в начале. Вспомните простой пример из вашей жизни. Один день остался до отпуска. Насколько вы эффективны, насколько вы продуктивны. Человек за день до отпуска делает столько же, сколько в обычном режиме он делает за неделю. Почему? Потому что он сфокусирован, он сконцентрирован, он четко планирует время, он четко его использует. Вы знаете, у меня жена недавно пришла домой и рассказывает историю. Она ходит на танцы, там ходит за ребенком в садик, одной и той же дорогой мимо нашего дома. И у нас на первых этажах нашего дома различные офисы. Она говорит, я как ни иду, одни и те же люди стоят с сигаретой, курят. Кто-то стоит, пьет чай. Я иду за ребенком, они стоят. Я иду обратно, они стоят. Я иду на танцы, они стоят. Я иду обратно, они стоят. Я говорю, Кать, я этому не удивляюсь, потому что каждый день, как тренер, я вижу огромное количество бизнесов, где люди абсолютно неэффективно расходуют свое время. А представьте, вы владелец бизнеса или коммерческий, или генеральный, или исполнительный директор. И это ваши сотрудники. Вот те люди, которые постоянно курят, пьют кофе, стоят просто болтают. Есть простой инструмент, он идет бонусом для бизнесменов. Сделайте фотографию дня своего сотрудника. И вы удивитесь, насколько неэффективно многие сотрудники расходуют рабочее время. Ну и как обещал, делюсь главным своим открытием на тему времени. В какой-то момент я осознал очень важную вещь. Время – это единственный в мире ресурс, который я лично и вы лично всегда можете гарантированно планировать и прогнозировать. Нет такого дня, когда я распланировал, а мне приходит смс, как Михаил, в этом дне 22 часа, извините, 2 часа у вас забрали. Всегда в сутках 24 часа. И это ключевой ресурс, который всегда является константой. И любой из вас может в эти 24 часа вписывать все свои задачи и всю свою жизнь. Пользуйтесь. YouTube считает, что этот ролик может быть вам полезен. Посмотрите его обязательно и выведите свою эффективность на новый уровень. И YouTube будет еще рекомендовать вам новые качественные ролики и качественный контент.